День добрый, дорогие мои друзья, дорогие мои гости! Я приветствую вас в новом, надеюсь, счастливом дне апреля! Это моё видео на даче. Я несколько последних дней, а точнее с пятницы, нахожусь на своей даче. Вчера выпустила видео, где практически рассказала и показала вам каждый уголок нашей дачи. Ну вот, а сегодня, в это раннее утро, я вас приветствую. Время 8.30. Утро такое тихое-тихое, не ветерочка. Ночи в последние дни, что летний, а утром в половину шестого. Пение птиц сейчас вот идёт какая-то перекличка. Там птички, там птички слышу. Ну а как всё это утром? Ну просто-просто Божья благодать! Дорогие мои, я хотела вам сказать, что так получилось, что в этот раз, находясь на даче, у меня нет интернета. И ответить вам на ваши комментарии сразу или смотреть ваши видео у меня нет возможности. Только в те моменты, когда я прихожу к своей сестре домой на пару часочков, я выпускаю новое видео, отвечаю на ваши комментарии. Пожалуйста, меня не теряйте. Завтра я приеду в свой город, и я ко всем зайду, отвечу. Посмотрю ваши видео, в первую очередь, конечно, к вам, друзья, кто пишет мне. Я всё это, конечно, сделаю, всё посмотрю. И вам хотела сказать, что большое-большое спасибо. Я вчера, когда у Веры была с радостью, читала ваши комментарии после просмотров нашей дачи, когда я показала, какие цветочки, какие деревья у нас тут растут. Вчера вот травку скосили. Она была вся, как в цветном ковре, но она, трава уже достаточно была такая высокая, и нужно было скосить. И вот такая сейчас лужайка. Цветочки, конечно, конечно, отрастут. Сейчас покажу вам ещё, что растёт на даче цветочки. Ну, вот это для своих новых подписчиков, кто вдруг не будет смотреть ранее мои видео. Вот так. Ну, правда, так хорошо небо туманится, потому что уже сегодня к вечеру погода изменится. И достаточно резко. Ночью будет 4-6 градусов, но дневные температуры, в отличие от сегодняшнего и вчерашнего дней, будут всего 12-13 градусов. Ну, а вот эти дни, начиная с пятницы, погода была просто-просто летняя, замечательная, такая хорошая. Ночевала на даче. В общем, очень-очень хорошо. Смородина вот такая хорошенькая. Много ягодок завязалась. Видите? Хорошие кустики. Два кустика у меня, и хватит. Трава еще сыроватая, цветочки тоже. Тюльпаны сейчас очень хорошо уже расцвели. Солнышко пригреет, и они свои лепесточки-то раскроют. Пене птичек. Пене птичек. А скоро, совсем скоро, зацветет рододендрон. Такие уже головочки хорошие. Они бывают и низкорослые, и высокорослые. Разные тоже оттенков, сортов и видов их огромное количество. Селекционеры постарались, вывели. А когда зацветет дельфиниум, ой, будет красиво. Очень будут красивые цветочки. Пионы заметно подросли. Жаль, что они, их, вернее, цветение такое коротенькое. Не успеют зацвести, как уже и лепесточки свои сбросают. А вот и аппарат готов к работе. Будем травку косить. Такой вот уж полюшка, густой травки. Вот это все надо обкосить. Жалко, конечно, красиво, но нужно убирать все вовремя. Иначе и машина не возьмет. А потом всю травку в компост. Самые витаминки будут для наших растений. А птички, птички где-то тут вот у нас на сливе заливаются. Поют, поют. А погода меняется прям на глазах. Сказала, что к вечеру погода испортится. Но сейчас еще только 11 часов. Уже что-то начинает накрапывать. Ветер, небо вот такое. И там тучи тяжелые. Закончила покрасочку скамеечек. Ну, что значит закончила? Вот беленьким только. А ножки вот еще надо черненьким покрасить. Беленьким. Так, по-быстрому, по-быстрому прокрасила. И, ну ладно, черная краска теперь уже погожа. Может быть и распогодится. Тогда уже приведу скамеечки. Ну, а так пока беленькие, чистенькие постоят. Быстренько-быстренько валиком прошла. Но если высохнет и где-то, так скажем, проклюнется темненько, я еще, конечно, прокрашу. Краска есть. Ну, вот так. А пока чистенько. Туманится-туманится. Или, как сказать-то, не туманится. Ну, в общем, вот такое небо тяжелое. Ну, как вот будет, посмотрим. Продолжение следует.